Россия ПОЮТ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ КОНЕЦ Здравствуйте, дорогие друзья! Рад снова приветствовать всех болельщиков волейбола на финале Кубка России среди женских команд в памяти Георгий Александровича Аполлидиани. Ну что ж, Краснодарская Динамо принимает на правах, наверное, хозяев площадки. Да даже не на правах, а в действительности так и есть. Хозяев площадки в финале Кубка России среди женских команд. А мичку Омская область. Ну что ж, самый, наверное, будет сегодня тяжелый матч для болельщиков в том числе, ну и для игроков. Но, тем не менее, хотя, хотя это вот уже, если я не ошибаюсь, четвертый или пятый игровой день для команд, поскольку выступали в двух группах эти команды. Единственное, что были разведены по группам. А мичка играла в группе с Москвой и с Северянкой, а Краснодарская Динамо с Протоном и... С Казанским Динамо. Вот а мичка в первом полуфинале во вчерашнем дне игровом выиграла у Казанского Динамо со счетом 3-1. Не могу сказать, с легкостью или нет, но очень здорово выглядела, конечно же, связующая Бабешина. Вот с первыми темпами здорово она играла, со шлифовой особенно. Вот даже по статистике я с собой взял. Не успел, единственное, только то, что изучить ее более детально, но вот по ходу игры, я думаю, что постараюсь какие-то процентные соотношения приемов, подач, атак, блоков, ну, обо всем потихонечку рассказать. Если, конечно же, будет не настолько увлекающая игра, но я боюсь предположить, что она сегодня будет очень динамичной. Ну, вот и стартовые составы уже на площадке. Краснодарская Динамо, Фабиола, связующая Любовь Соколова. Не могу сказать, на какой позиции будет сегодня играть, на позиции доигровщика или же диагонального, но по ходу разберемся. Кошелева, Фигарай, Наталья Дьянская, центр Юлия Пацкалина, еще один центр. Два либера у Костя Ишакова заявлены. Это Светлана Крючкова и Мария Пибина. Ну и состав Амичкиш, Лиховая и одиннадцатый номер Елена Ирисова. Смотрю, Либера и Виктория Кузякина выходят. Семнадцатый номер Маргарита Курила. Шестой номер еще доигровщица Юлия Кутюкова, связующая Марина Бабешина. И девятый номер Исаева. Ну что ж, 0-0 Амичка начинает с подачи. Ну и опять же к статистике вернусь. Вчерашняя тоже поединка, где Краснодарская Динамо выиграла у московского Динамо. Вот по приему. В первой партии у Краснодара 36% составил прием. Вот, наверное, в третьей партии самый такой уже итоговый. Даже не то, чтобы итоговая. Все-таки, наверное, четвертая партия была итоговая. Она напряженная самая. С счетом 30-28 Краснодар выиграл у своего соперника. В третьей партии 87% в приеме набрали защитники Краснодарского Динамо. Бабешина Соколова. Отличный прием. Одной рукой снова пасут по Биола. И за спиной подскальная. Здорово. Атакует очень мощно. Сама же на подачу отправляется. Вот даже не знаю, никаких прогнозов у меня нет. Конечно, очень хочется, чтобы Краснодар победил. Тем более, эти две команды на протяжении трех или четырех финальных раундов, финальных этапов. Кубка России. Все занимают то третье, то четвертое место. А сейчас все эти две команды играют уже в финале Кубка России. Достижение. Уже отлично. И для той, и для другой команды. Кошелева на двойном блоке. Кутюкова в защите. Здорово. Саева там. Еще раз на Кошелеву. И Кошелева поверх блока на сей раз атакует. Вчера, ну, в блок. Много атак приходилось Татьяне Кошелеве. Ну, конечно, разобранная ее была игра. Безусловно. Это линейное направление. Все пыталась она атаковать. И там, конечно же, Юрьева. И в центре, если не могу вспомнить даже, кто у московского «Динамо» был, там, либо Регина Мороз. Никак не могли. Даже не могли. Наоборот, смогли таки остановить атаку Татьяны Кошелевой. Ну, вот и как раз по ее атакам. 44 раза она атаковала. 14 очков набрала. Вот 32-процентный результат. Положительный ее получается по всей игре. Больше всех раз она атаковала. Наверное, три атакующих игрока в основе у Краснодара. Это Соколова, Фигарай и, собственно, Кошелева. И вот много 20 раз Побелова сыграла со своими центральными блокирующими, центральными нападающими в данном случае. 71% Дианская и подскально 54%. 13 раз она атаковала. Соколова на двойном блоке и обводит его же. Ирисова и Исаева там вдвоем. Проходит Соколова линейное направление. Ходовое, прошу прощения. 3-3. Кошелева отправляется на подачу. Кукукова в приеме. За спину пасует. Батвешина, наверное, собственную ошибку допускает сейчас. Ну и она ощущает такое, что зацепилась там за сетку при передаче. Кошелева. Кукукова в приеме. Кукукова в приеме. Кукукова в приеме. И снова Кукукова в приеме. И снова Кукукова на приеме. На подачу, прошу прощения, немножечко заговаривайся после вчерашнего дня. И насколько есть эмоции. Хочется посмотреть, прежде всего, хороший волейбол. Кукукова в приеме. Монка, выра, выра. Монка, выра, выра! Хочется! По-русски! Курива переоценила свои возможности, а с другой стороны все, хотя нет, там был блок, вот на повторе видно, конечно, не сильно она атаковала, попыталась срезать траекторию мяча Дианской, если не ошибаюсь, хотя нет, наверное, вот, бешено там в защите, здорово, еще раз на Соколову, Кузякина, что же она там делает такого, чтобы поднимать мячи вовремя и по месту, выбирает позиции, можно сказать, за счет ее защитных действий, сейчас выиграли очко, волейболистки Дианской команды, 5-6, Аут Отшивается Курива 7-5, Соколова Кузякина, хороший прием, заступила доигровщица Соколовой команды, ошибка та, которая привела уже к 8-м очку, и первый технический перерыв, Краснодарская Динамо впереди, небольшой еще пока отрыв, наверное, не устану ее повторять, что в женском волейболе может произойти все что угодно. Творец спорта Олимп в Краснодаре забит, если не полностью, то близко к тому, что свободных мест так вот не разглядишь, может быть, какие-то есть сектора неудобные для зрителя, откуда не очень видно, а так, людей очень много, но прежде всего, в преддверии Нового года хочется позитивную энергетику получить, и отдать эту же энергетику своей команде, а вот балерички выражают свою эмоцию в сторону Краснодарского Динамо. Посмотрим, много вчера было и сегодня тоже в игре Казани против Москвы, таких длинных розыгрышей они всегда добавляют. Такую положительную эмоцию держат в напряжении, атакуют Кутикова площадку. 6-8. 4-6. 6-8. 6-1, сколько же выражают. 6-1. 6-8. 6-1. 7-3. 7-1. 7-1. 8-1. 8-1. 9-1. 6-1. 7-1. 7-1. 7-1. 7-1. 7-4. 7-8. 7-1. 7-1. И снова на фигарай. И Саева в защите. И ошибается Кукукова. Не было касания блока. Только непосредственно в близости от главного арбитра происходит. Ну и что ж, матч за третье место. Московскому Динамо принес победу против Казани. Но Казань, Решат Гелезудинов, может быть, вынужден или не вынужден. Дал возможность поиграть не основным игрокам. Екатерина Гамова не играла. Евгения Старцева тоже не выходила на площадку. Ну вот, хорошая пара доигрочков там принимала участие. Это Ева Янева и Николаева. Наверное, открытие. Молодая доигровщица. Хорошо она себя продемонстрировала. Хороший прием. Так зацементировала она все-таки. И была безупречная у нее атака. Но вот не всегда на первой линии она оказывалась. На второй линии, конечно, не столько ей доверяли связующие атаковать. И первый перерыв берет Зоран Терзич для своей команды. Уже 4 очка отставания. Но сейчас уже морально-волевые и физические качества должны взять, наверное, вверх. Поскольку трудное турне такое игровое для всех спортсменок без исключения. И горая 11-7. Надежда, первый темп. Шлифовая здорово. Взлет. Играют сегодня омские кошки. 8-11. Марина Бабешина. Убирает личный прием. В 4 накушали его. Двойного блока снова приходится эдаковать. Подскальная скидка. И шлифовая там. Но еще темнее поднимает. Атака у него и подскальной. Не уверена как-то сейчас. И даже на повторе видно обрабатывает. 12-8. Подскальная. Вот первый темп. Не удается сильно шлифовую атаковать. Кошелевая плохо ваут. Кутниковая и шлифовая. Не везет сейчас Омску. Ну, мне кажется, сейчас Кошелева даже на повторе видно. Немного затянулась. И раньше времени шлифовая скидывала руки на сторону соперника. Просто результат не тот отскок, который ожидала. Лисаева тоже на быстрой передачи из четверки. А в данный момент уже не успевает блок вовремя скинуть. Хотя там Фабиола помогала своим центральным блокирующим. И скидывала руки. Кодовое направление пока успевало. Тут такая непредсказуемая ошибка. Сейчас вроде казалось, нафигарает пропускала мяч. Но Крючкова как основной защитой оказался. Не знаю, что игровым полем. И здесь, собственно, вторая ошибка в приеме. Тут Краснодара, девятнадцатая очко. И подача Кутюкова. Крючкова. Аут. Хорошо, что вы верили. 14-11. В хорошем боевом настроении. Я посмотрю, даже и скидывала Крючкова. Они улыбаются во все 32 зуба. Фабиола. Ошибка на подаче. 12-14. Соколова. Хороший предъем. Первый темп Дианская. Увиде игровка. Крючкова. Исаева. Прошу прощения, Курива там атаковала. Сейчас еще раз ей достается. С третьей попытки получилось добиться успеха и заработать очко для своей команды. Тринадцатая. Тринадцать-четырнадцатая. Иногда проваливается в Омск. Но потом все-таки до минимального отрыва отставания отбирается Кошелева. Ошибка на Татьяна Кошелевой. Но так попыталась она сейчас скинуть. Но хотела, мне кажется, чересчур элегантно выполнить обманный удар. 14-14. Вот сравнялся счет на подачу Шлифовая. Еще раз Кошелевой. Побешина там в приеме. Курила. Проходит ее атака. Вырываются вперед. Омские волейболистки. Наверное, будет брать таймаут Константин Ушаков. Шумит, 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 шумит. Калова. Не проходит атака Кошелевой. Еще, наверное, раз нужно ее посылать. Вот проходит атака Фигарай со второй линии. 15-15. Вперед, все ноги! Кошелева на подачи. Кутикова хорошо в приеме. И Курила от блока. Очень мощно сейчас выскакивает она. Но вот ощущение такое, что под себя даже может забить, если бы не было блока там в трехметровую линию. Запросто может атаковать. Второй технический перерыв. И впереди... Амичка впереди с минимальным преимуществом на одно очко. Готовы спортсменки пойти уже в игру. Ну что ж, преимущества нет ни очевидного, очевидного наоборот, ни той, ни другой команды на подаче Исаева. Силовую заряжает Соколова, справляется с ней, сама же будет атаковать. Таким полукрюком атакует Любовь Соколова, он был отведенный, через чур мяч от сетки. Вряд ли она ожидала. Ну вот справилась опытнейшая волейболистка. Сбитый прием. И Соколовой не было касания блока. Я думаю, что специально сейчас любовь Соколова атаковала по рукам. Тоже, опять, может быть, неудобная передача. Ну вот и по расстановке. Видим мы, что в диагонали с Фабиолой Любовь Соколова находится. Но вот она какая-то такая не классическая, поскольку Акошелева-то и не в приеме. То есть номинально. Любовь Соколова является диагональным игроком. Но вот она как раз-таки участвует в приеме. Вот не знаю, по каким причинам исключают Кошелеву из приема. Все-таки это доигровщик. Кузякина ошибка. И вперед вырывается Краснодар. 18-17. Краснодар! Ошибается Соколова, сравнивается счет. Соколова снова в приеме. Фигара и чересчур отведенный мяч. И в защите. Урисова там обрабатывает Кручкова. А также в защите здорово. Фигара и по линии. Все правильно сейчас сделала. Пошла через Бобешину. Понимаю, что сейчас сопротивления там по линии не будет. По скульптурам. Не самое грозное оружие. Блок. Арина Бобешина. Одной рукой Кудякова принимает. Урисаевая со второй линии с диагонали тоже отыгрывается от Блока. 19-19. Фигара и дотягивается. Подскальная. Очень сильно. Обрабатывает Побешина эту атаку. И просто вау тут не отскакивает мяч. 20-19. Замена у Краснодарского Динамо. Она привычная, наверное. На этом турнире Филиштинская выходит подавать. На блок Марина Марюхнич. А вот там как раз таки Исаева диагональный игрок будет в четвертой зоне атаковать. Правильный выбор сделан. Кудякова в площадку. Ну и, конечно, не трудно тут было. Причем, при том, при всем, что хороший прием. И Бобешина разбирается блестяще. Отправляет передачу за голову. Там Кудякова на одном блоке практически осталась. Но и защитников шансов крайне мало остается. Курила. Еще раз ей в четыре. И блок работал до Краснодарского Динамо. Быстрая была передача в четверку. Дианская, не знаю, каким там, таким образом успела подбежать. Но хотя блок вот запишет по Биоле. Но тем не менее. Успела Дианская дойти. Здорово все. Отработали. Шлифовая. Биола отлично реагирует. Даже подскок был вот прям с ними быстрый, то очень неприятный. Исаева по линии уже проходит. 21-21. Упорнейшая борьба. Много оставили линии. Похоже, все прекрасно видно. Шлифовая будет подавать у из-за команды. Поднимала. Прекрасная скидка. Прекрасная скидка. Продолжение. Продолжение. Побешено. Еще по-моему, в первой линии. Фигарай. Опять Крючкова спасает там в защите. И снова Курила передача достается. Фигарай от блока отыгрывается. Еще гадали там вдвоем Соколова и Кошелева кому же делать передачу. И взяла на себя инициативу Соколова. И хорошая была передача в четверку. Собственно, не такая, наверное, быстрая, к которой привыкла Фигарай. Но, поскольку если это игровщик нужна, конечно, с любых передач высоких, с быстрых, с неудобных, с отведенных уметь атаковать и зарабатывать очки. Конечно, лучше зарабатывать, но не проигрывать в любом случае. 23-21. Краснодар впереди. При счете 21-23. Зарантерзич берет свой второй тренерский перерыв. Впереди Краснодарская Динамо на подаче Татьяна Кошелева. Отлично! Встреча! Встреча! Орлова меняет Ирисову. Встреча! Кошелева. Такая приема отличная. Орлова и блок Наталья Дианская. 24-е очко сетбол на подаче Татьяна Кошелева. Сетбол и все вместе! Ты на борт! 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 Татьяна Кошелева. Исаева попадает в площадку. И сама же будет подавать 22-24. Корниенко меняет Бабешеву. Но, судя по всему, тоже это на блок. И перерыв берет Константин Ушаков. Потянуть, конечно же, время нужно. И сделать небольшую паузу. Бабешеву. Исаева будет подавать у Омска прием Краснодарского Динамо. Силовую будет заряжать. Ошибается. Вот выбила у нас приема Краснодарский волейболисток и еще раз отправляется подавать. И снова силовая Кручкова. Отличный прием Соколова. И в площадку падает мяч. 24-24. Но достало время, наверное, второго перерыва тренерского для Константина Ушакова. Так и есть. Берет второй перерыв. Нужно было, конечно, реализовывать собственную атаку. Вот сейчас уже игра идет на большин меньшей брейковая ситуация. 24-24. Снова Исаева. Вот в женском волейболе не настолько даже очевидно под подачу брать перерыв. Вот не помню, чтобы тренеры пользовались им ее. Своей такой возможностью больше Оперсу при Клушкому волейболу больше там распространено. Ну, что-то силовая подача Исаевой. И снова переходящий мяч. Будет доигровка у Краснодара. Игорай. Кутюкова там в приеме здорово. Исаева со второй линии будет. Площадку 25-ое очко. Вперед вырвались. Посмотрите, со счета 22-24. Такой сделали рывок. Все на подаче Исаевой. Снова Исаева Исаева Крючкова. И доигровка. Выручает, наверное, Виктория Кузякина, но выручает не свою команду, а команду противника, именно Краснодарская Динамо. Замена обратная, подскальная. Возвращается, меняет Филиштинскую на первой линии. И замена обратная. Возвращается у Амички Ирисова и Бабешина. 25-25. Янская Курила на одном блоке осталась. Площадку атакует, Сама же будет подавать. Амичкин, Сама же атакует и снова доигровка. Кутюкова и от блока. Касание было у Кутюковой. А так, мяч вау, вот улетал, успели Соколова и Подскальная, судя по всему. Было, было доказано на повторе. Очень агрессивно выглядела Подскальная Кузякина. Кутюковой передачей проходит ее Атака 27-26 на подачу Омска. Кучкова пошелева. Блок и 28-ое очко зарабатывает Омск со счетом 28-26 выигрывают первую партию и снова Омск на Кураже и снова все у них в принципе получается. Но это нужно было Краснодару прежде всего самим наверное принимать, самим реализовывать свою собственно атаку. 1-0 короткая пауза и ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Возвращаемся на площадку. 1-0 ведет. ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А МИЧКА в финальном матче за первое место за кубок среди женских команд в памяти и аплодиане. ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ВАДИНОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ВАДИНО Фигарай Кошелева Кузякина там в защите, отлично Зором Терзич Недоволен Чем же он там недоволен, может быть, ошибкой Передачи у Фигарай Прошу прощения, у Фабиолы Дианская Переходящий мяч скидывает Два-два, Фабиола подает Желтую карточку показывает Главный арбитр А кому пропустил я момент Немножечко За разговоры Главному тренеру Подрисована Это желтая карточка Исаева Снова проходит на одном блоке По сути оказалась сейчас Исаева 3-2 3-2 Шлифовая на подаче Хороший прием Дианская Здорово Прострел Сейчас сыграли Даже зону, наверное Правильнее назвать И между блокирующими Проходит Атака Наталья Дианской Кошелева 3-3 Исаева Исаева Скидка Но все пока предвидят И второй зоны Там и Кутюкова Атаковала И Исаева Проходит у них И скидки проходят И атаки проходят 4-3 Атаковала Снова Дианская Не стесняется играть Первым темпом В волейболистке Краснодарского Динамо Дианская Будет подавать 3-3 Снова Patty Вентовцы Соколовок Чуть-чуть Не получается Зацепить Хотя зацепить Как раз таки Получилось Результативно заблокировать не получается атаку о мячке. Курила, играй сверху и приходится самой атаковать уже с высокого мяча. Было касание блока. Ну, наверное, у Ирисовой все-таки было, да. Вот она не возмущается никаким образом. Пять-пять. Такова, ну пусть скидка сразу же проходит по бешеной. Но удобно было сейчас скидывать. Сколько раз она сеточные мячи сегодня вытаскивала. Делала именно передачу. Сейчас они не реагировали. Блокирующий Краснодарского Динамо. Соколова, хороший прием. В четыре снова на фигура. И, наверное, еще раз нужно ей. Да, так и есть. И теперь подличная атака. В шестую зону она атакует. Где-то в четвертом... В твердом шестой метр. Пятый, наверное, даже метр. Должна сейчас сама себя взбодрить на ее команду, в том числе. Шесть-шесть. И вот насколько зарядила она атаку. Настолько и получилась в ней подача. Результативно. Семь-шесть. Вперед выходят персонарские волейболистки. Курила в приеме. Сбитая. Просмотр. Просмотр. Краснодарская Динамо. Ощущение такое было, что площадку мяч после блока Кошелевой и Подскальной. А ваут? Без сомнений каких-либо. У нас же много внимания не уделили. Сейчас судейская коллегия. У нас просмотров. Быстренько приняли решение. Семь-семь. Ошивается побешено. Первый технический перерыв. Впереди Краснодарская Динамо. Ну что, чтобы подвести итог. Пока вот первой, третьей, второй партии. Ну, опять же. Ну, никто, скажем так, и не надеялся на то, что будет, ну, в чью-то пользу перевес. Поскольку это, ну, в данной ситуации сильнейшие две команды вышли в финал. А финалы они всегда подразумевают под собой борьбу. Я не припомню, чтобы проходили финалы под чью-то диктовку. Уверенную диктовку. Есть борьба, есть хорбсы и волейбол. И это очень здорово. Восемь-семь. Подскальная будет вводить мяч в игру. Константин Ушаков не делает. И, собственно, Зоран Терзич. Тоже никаких пока замен. Все, судя по всему, устраивает обоих наставников. Катюкова. И гора, и Тудяанская. Тоже очень мощно. Фабиола. 9-8. Курила сама же атаковать будет. Но там тройной блок уже успел выстроиться. Ну, потому что там, наверное, самые рослые были болисти Краснодарского Динамо. Кошелева, Соколова и Дианская. Конечно, трудно было сейчас проходить. И при том, при всеми наведенная передача была на сетку. Конечно, нужно было бы отыгрываться. Фабиола. Курила снова в приеме. Аут. Ошибается шлиховая. Ну, вот, опять же, вернуться к тому, что минимум, наверное, ошибок у той и у другой команды. Если есть ошибки, то это сразу же в счете одна из команд начинает превосходить. Вот уже трудности возникают у той команды, которая ошибается. Кошелева блокирует. Снова наведенная была передача. Успели. Далеко не уходила из центра Дианская. Осталась практически рядом с Кошелевой. А рядышком. Ну, собственно, блок угодила. Атака Исаева. 12-8. Перерыв. Вынужден брать Зоран Терзич. Четыре очка преимущества Краснодарского Динамо. И, судя по всему, это все на подаче Фабиолы как раз-таки происходит. Так и есть. Фабиола ошибается. Вот. Перерыв, который взял Зоран Терзич. Повлиял Снились Омские волейболисты С этой расстановки Которые проиграли 4 очка Шлифовая Хороший прием На Кошину Во вторую зону Поверх блока снова она атакует 13-9 Кошелева В приеме В 4 накурила И проходит много линий Оставили сейчас блокирующие Динамо И конечно вариативности Сейчас у них было Более чем достаточно Можно было и круто по линии забить И собственно что она и сделала Как обеолог в защите Могла бы наверное поднимать Если бы не очень сильный был бы удар И Саева Заряжает Опять силовой Откуда же у них берутся силы Столько она выдала в концовке Первой партии И сейчас Никак не угомонится Этой своей подачей Еще наверное будет силовую Еще раз Крючкова в приеме Фигарай Отблока отыгрывается Уже блестяще разбирается Подскальная Но это и Работа конечно Прежде всего Связующего игрока Читает Здоровая игру Побиола Посмотрим на что На это как ответит Омская команда А вот сейчас и прием Будет хороший прием Может быть и Багеш Она тоже рискнет Первому темпу давать Или же может быть Четверку там На Курила Быстро На вторую линию На Исаеву И По линии Игра ошибается Самой же придется атаковать Крючкова Доигровка Исаева 13 очко Зарабатывает 14 На подачу Омск Лива По линии Оставляют Много Блокирующий Краснодара Этим пользуется Атакующий Игрок Диагональный Курилл Курилл Соколова Соколова Тоже по линии Не обрабатывает Кузякина в защите Но тоже Сильный удар был Немного Кузякина Дернулась Ощущение Такое По месту Здорово Она располагалась Соколова Якина Первый темп И будет еще Доигровка Краснодара Пригорает Блока Отыгрывается 16 очко Второй Технический Перерыв И Краснодарская Динамо Уважаемые Борисчики Уже через 10 минут Между Альтернатором Третьим Партиями Будем Рассыгрывать Телевизор При поддержке Журнала Дозавра Истор Один из Кургейших Состроенных Застройщих Южного Федерального Орунка Компании Альтер Свой Ёплиц Будет Разыгрывать Там будут Девчинский Телевизор Я его вижу Поэтому В Альтернаторе Борисчики Уходы Кстати Журнал Сфотосессии Ну что ж Заканчивается Второй Технический Перерыв Вот Немного Дал я Рассе Передохнуть И попробовать Проанализировать Игру Но Никакому мнению Такому Очевидному Не прихожу Трудно Той и другой Команде Конечно же Все-таки Финальные Матчи Наверняка Первый До предела Напряжены Ошибки Поэтому Случаются Хотя Опять же Повторюсь Что Ошибки Сведены К минимуму 14-16 Соколова Кошелева На тройном блоке И вау Посмотрите Тоже Успевают Тройной блок Построить Ну Хотя Наверное Ничего Удивительного Поскольку Передача Взвешенная Такая Это уже Надеется На технику Татьяны Кошелевой И На силу Удара Еще блок Работает Достанут Да Сейчас Комфортная Конечно Доигровка Должна Будет Краснодарского Динамо Янская 18-ое Очко Перерыв Второй Берет Зоран Терзич Как настрой Горельщики Более Янская Один Ставь Кто-то Фигарай Будет подавать при счете 18-14 Напоминаю, что 1-0 Пока что Выигрывает Амичка Первый темп, шлиховая за голову Взлет сейчас здорово Играют Побешенная шлиховая Наигранная вот эта комбинация Вчера В первом полуфинальном матче Против Казани И однократно пользовались Побешенная шлиховая Фигарай Не определились, кому Сейчас нужно было принимать Кошелеву или Крючкова 16-18 Площадку Бобешенная 17-18 Где-то какие-то провалы у Краснодарского Динамо случаются 17-18 Вот уже и расставило преимущество Краснодарского Динамо Случим, случим! Бобешенная шлиховая за голову Играют Бобешенная шлиховая за голову 4-0 на Кошелева На двойном блоке И будет доигровка Омска Играют 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 Бобешенная шлиховая за голову В literally Кутюкова там слишком активно возмущалась по поводу того, что неправильно принял решение арбитр. Но так можно и так с желтой карточкой получить. Тем более одна уже с желтой карточкой ламички есть. Кутюкова по блоку отыгрывается 18-19. Отлично, дарит слуга, дарит, 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 дарит! Фигарай на Кошелеву. И снова доиграл в Коумска. Соколова. Кручкова здорово в защите. И Кошелевой. Ух, как здорово! Да, ошибка на второй передаче. Попытается сейчас Зоран Терзич что-то решить, повозмущаться. Но прокатился, конечно же, мяч там. Еще сейчас одну карточку получит Зоран Терзич. Счет очко на Краснодарского Динамо. Бабешина успевает поговорить. Что же, это регламентирована ли красная карточка удаления тренера? Ну вот какой накал страстей. Вот это финал, дорогие друзья. Хотя второй арбитр. Даже пауза такая длинная. Не знаю, кому это на руку сейчас будет. Краснодарского Динамо или Амичке. Может быть, Амичка сплотится. Сейчас, сейчас вот в протокол должны внести соответствующую запись. Зоран Терзич. Пошел, конечно, обиженный. Действительно. Ну, не знаю. Активно он все-таки жестикулировал. Вот я не припомню на своей памяти, чтобы удаляли главного тренера с площадки. Но, тем не менее, игра продолжена. Второй тренер, Жалко Булатович. Ломска будет сейчас руководить командой. Не знаю, будет ли какой-то протест со стороны Амички, но все-таки посмотрим. Потом. Шлифовая. 19-20. Соколова. Сама же атаковать из четверки. Шлифовая в защите. Здорово. Но вот тут тоже не оценили, наверное, обе волейболистки Амички ситуацию. Уступили друг другу. 21-19. Шлифовая в приеме за спину. Атака Исаева. И какая-то такая нелепая ошибка, которая накошливает в защите. Снова там Исаева заряжают. Можно играть. Не было свистка. Вы посмотрите, что в защите делает та и другая команда. Соколова. Аплодисменты. 22-20. Прекрасный розыгрыш. Дианская будет подавать президентского «Динамо». Кутикова в приеме за спину на Исаеву. Еще играть. Потому что она просто переводит мяч. Заступила сейчас Исаева. Но действительно так и есть. Но сейчас все видели. И игроки, и главный тренер. Много сейчас сил, эмоций и нерва по утрой другой команды. 23-20. Дианская в приеме за спину на Исаеву. Аут. Да нет, действительно был аут. Но, я не знаю, берет на себя ответственность главный арбитр матча. Поскольку флаговой-то поднял флажок. И показал, что мяч был в ауте. Но есть просмотр. Все сейчас увидят. И инспектор матча в том числе. Может быть, соответствующую запись сделать. Протокол аут. Курила. 23-20. 23-21, прошу прощения. Соколова. Будет доигровка у Омска. Ничего не могу сказать по поводу судейства. Поскольку предвзятого отношения никакого нет. И у меня судья, конечно, более сейчас, менее все видно. Делает он соответствующий вывод. И ошибка при передаче. А именно на стороне соперника сейчас сыграла Попешина. 22-24. Ну что ж. На все раз Ирисова там будет. Подавать, а не Исаева. Как в прошлой партии. Конечно, со счета 21-24. Можно было еще и выиграть. Замена. 13-й номер Корниенко выходит. Леняет Попешину. На блок. Соколова. 4. На фигура. И чуть-чуть не хватило того, чтобы поднять мяч Амички. Что ж. Со счетом 25-22. Краснодарская Динамо одерживает верх во второй партии. И сравнивает счет в сегодняшней встрече. Именно в финале Кубка России. 1-1. Короткая пауза. Жирок из атмосферы. Жирок из тревера. Жирок из тревера. Жирок из рассвет. Итак, если наш Дедушка Морозов выходит на площадку. Привина уже в руках. Итак. Дедушка. Дедушка, давай, познакомимся, чтобы вытелить от этой следы. Достаем угол. Давай, Дедушка, стои. Другой достаем угол. Номер 0, 7, 4, 5. 745. Если у вас заходит, встаете и пишите прям. 745. Раз. Есть в состарке. Подавайте сюда, быстрее. Пускай, дедушка, вообще. Прикроем здесь, там, друзья. Телевизор. Молодцы. Спорт шансы, дорогая, шансы, встали в область. Семеновичная строительная игра и папайя. Мы, Путаян, развиваемся. Дедушка, не забывай. Мы, Путаян, развиваемся. И, Семенович, считаем, лучшее играть положительное наше клиенту. Предоставляем максимально вам опытный использователь и увеличение нашей жизни. Работы не отдыха, а также высококлассное обслуживание. Изменяем лучшему облик нашего города. Мы проявляем свободы и у жителей. Мы надежные, но желательные, счастливые и обыдные уложения с клиентами и партнерами. Компания «Альбазной комплекс» — это комфорт, безопасность, стабильность, престиж. Давайте еще попалируем «Счастливицы». А это приятно, живая девушка. Разыграли телевизор, закажут по удаче сегодня. И готовимся к следующему сцену. Готовимся болица. «Динамо Краснодар». «Альбазной комплекс» Возвращаемся на площадку. Финальный матч. 1-1. Ну что ж, до конца матча удалили Зорана Терзича. Бабешина, Игарай в приеме. Мацкальная. Аут. 1-0. Ошибается Бабешина. Ну что ж, напряженный поединок. Действительно дожег. Вперед, Финалу, вперед! Висит оно напряжение. Ощущение такое, что в воздухе. Пока вот на эмоции не ступится ни та, ни другая команда. Исаева проходит. Аблока 2-1. Кутюкова играет в приеме, сама же атаковать. Очень быстро проходит ее атака со второй линии. Вот это настоящий пайп. Сейчас играют краснодарские волейболистки. Кутюкова играет в приеме. И блок работает от краснодарского Диавана. Свой счет записывает Татьяна Кошелева, судя по всему. Татьяна Кошелева, судя по всему. Татьяна Кошелева, судя по всему. Слеховая 3-3. Придача Соколова и касание поверхнего троса у блокирующих. Но там и для защитников без вариантов была мощнейшая атака. Кошелева отправляется подавать. 4-3. Курила ошибается. Не было касания блока. Повтором не предусмотрено выяснить. Ну что же сейчас пытается выяснить помощник главного тренера Жилько Булатович. Судя по всему может быть переход средней линии. Не было заступа, судя по всему. Шансов еще раз взять такую помощь уже тренерского штаба. Ну можно было, наверное, свистнуть ошибку на передаче. Но хотя, опять же, если не свистит такую ошибку у Фабиолы, главный арбитр, то, в принципе, у Побешено это тоже не стоит этого делать. Но сейчас просто как заколдованные стали в защите краснодарские волейболистки. Кошелева на двойном блоке не стал арестовать. Курила. Курикова в приеме. Исаева. Пятое очко. 5-5. Снова ровный счет. 6-й, 3-й сектор. Дай ты звук. Исаева на подаче. Скоро будет заряжать силовую. По линии. А такой фигарай достается там Исаевой. Давай фигарай! Дианская. Курил ошибается в приеме. Атакует и площадку. Сбитого приема. В принципе, готовы были блокирующие. Так это атаки. Почему же не сомкнули они так? А мне тут по линии проходит ее атака. Что здорово сделано сейчас Курила. Молодец. Она же подавать. Доигровка. Доигровка. Тетюкова. И доигровка у Краснодара. Игорь рай. И защитил Амхузякина тоже великолепно. Площадку попадает. Но повтор теперь. Просят. Настатин Ушаков. Краснодарская Динамо. В аут ли была атака? Ну да. Мне кажется, на этом повторе это в принципе видно, что атака была в аут. В аут. Семь шесть становится счет. Соколова отправляется подавать. Это Семьерского Динамо. Извязательная ошибка. Исаева. И четыре касания. Не было сейчас касания блокирующих. Первый технический перерыв. Третьей партии. Восемь шесть. Краснодарская Динамо впереди. Ну что ж. Действительно напряженнейший матч. Такие спорные моменты они тоже добавляют. Еще больше нервозности, наверное, не только для команды, но и для болельщиков. Ну и собственно, много и ценителей волейбола собралось со всей страны. И все то приближенные к нему, а именно вот Шевченко я вижу на трибунах президент федерации волейбола. Наташа Кокрова как раз-таки и Зоран Терзич. В такой ироничной, наверное, позе. И с ироничным выражением лица. Думаю, что, конечно, затаила он обиду на главного арбитра. А Любовь Соколова, восемь шесть. Кузякина в приеме. Опять отскок, канибирующийся для Краснодара. Не увидели блокирующие, куда падает мяч. Хотя, наверное, в принципе, могли бы и реагировать, если бы знали направление этого отскока. Семь восемь. Кутюкова. Фигара и Бобешенов четыре. Сравнивает счет атакой. И в четвертой зоне Кутюкова. Касание было в защите очкову Краснодарского «Динамо». Даже не в защите, а вот именно в блокировании было. Касание небольшое. Горай. Курима в приеме. На Кутюкову. Аут. А не было касания блока. А вот так игроки, конечно, все-таки прежде всего давят на волю арбитра. Радуются, конечно же, омские волейболистки. Кутюкова. Исаева. И закрыли, наконец-таки, атаку из второй зоны. И с диагонали втроем. Ну, уже, наверное, может быть, ну, вряд ли все-таки ошибка побешенной в данной ситуации. Поскольку, ну, удобнее было ей короткую сторону сейчас играть. Ух, еще чуть ли не заблокировали атаку Кутюковой. Но вот она блестяще сейчас и разбирается. Скидывала руки Фабиола. Ну, тоже опытнейшая волейболистка. У Юлия Кутюкова. Сейчас тут на повторе будет видно, как она специально отыгрывалась от блока в ваут. Уводила. Кушелева. Поверх блока. 12-9 на 3 очка. Преимущество Краснодарского Динамо. Подскальная подаёт до Краснодара. Кузякина ошибается в приёме. 13-9. Перерыв берёт Калининский штаб. Уже во главе с Булатовичем. Доброе показание времени прокачает зал хлопушущий по кузову. Доброе показание времени прокачает зал хлопушущий по кузову. Закончился тренерский перерыв. 13-9. Юлия Пацкальна на подаче. Кузякина исправилась. Купикола. Ух! Это сейчас, кажется, ощущение такое, что взлёт играли на второй линии. Краснодарские волейболистки. Но, увы, удача не на их стороне. После атаки Исаевой Ошибка в блоке. Только же Татьяна Кушенева Корит, наверняка. Площадку по линии снова проходит. Исаева. 11-13. Кутюкова будет подавать. Соколова ошибка в приёме. 12-й очко. Перерыв уже берёт Константин Исааков. Ну что ж, равные команды, безусловно, тут никаких сомнений нет. Да, конечно, хочется для Краснодарского Динамо, прежде всего, одержать победу. Посмотрим. Практически вся игра ещё впереди. Середина третьей партии. 1-1. По итогам двух сыгранных сетов. И равный счёт, так, в принципе, и в третьей партии. 12-13. Немного убежали краснодарские волейболисты вперёд, там, на 4 очка. Но вот подобрались Томские Кошки практически вплотную. Ошибается Кошелева. 13-13. Служим, Служим! Кокетова. Соколова теперь отличный приём. Дианская по линии. 14-13. Крючко в защиту. Здорово. Исаева. Ну вот трос атакует сейчас Исаева. Может быть, немного заниженная была передача. А, наверное, претензии к Бабешине сейчас отрисованы прежде всего Булатовичем. Курила. Ей же в четвёрку передача. Разорвалась сейчас блок. Бабешина очень здорово. 14-15. Соколова. Кушелева из двойки. Диагональный отличный удар. 16-е очко. Второй технический перерыв. Да, наверное. Да, наверное. тяжело удерживать преимущества. Я вот даже не знаю, как всё происходящее комментировать. Поскольку всё напряжено настолько. Ну что ж, готовы уже команды войти в игру. Думаю, что сейчас и у того, и у другого тренера ни тому, ни другому тренеру не хочется торопиться и побольше внимания уделить каким-то вот установкам собственно на игру. Наверняка эти установки то и были. В принципе, вот Зоран Терзич, обращаю внимание, что он там в принципе сидит без каких-то либо эмоций в сторону своих игроков. Может быть, в принципе, всё выполняют все установки на игру его команда. и наверняка в разбор игр вчера было, наверное, у тренерского штаба больше всего по работе в преддверии именно матча. накануне его там ночами они спят ни статистики, ни тренеры изучают игру все расстановки и все возможные там факты, наверное, так будет говорить какой игрок из какой зоны больше всего атакует в каких направлениях. Гианская это уже второе очко её на подаче. В прошлой расстановке также ошиблись принимающие Омска. 18-15. И снова Дианская на подаче. Гипиково теперь здорово в приёме. Ирисова за спиной побешеной играют первым темпом 16-18. Фигара и ей же атаковать на сложном мяче. просто отыгрывается. А сейчас блестяще делает скидку. В принципе, она и уже пользовалась такой скидкой. Не знаю, почему же не отреагировали там омские волейболистки. Что, мне кажется, очевидно было. 19-16. Соколова в приёме на Кутюкову в четвёртую и она реализовывает свою атаку, зарабатывает. 17-ое очко, два очка преимущества Краснодара. Вот как только я не скажу преимущества Краснодара, так сразу же у Динамо провал. Аут. Ашутка на подаче. 20-17. Фигарай. Поддержку на геройболистки на геройболистки в игру. Кутюкова приеме ежев 4. А она же вот в статистике, конечно, не знаю, есть ли такое понятие, что выиграла атаку, заработала очко. Ну, наверное, есть результативная атака, несмотря на то, что в блок она попала. Но это, наверное, ошибка блокирующих сейчас Краснодарского Динамо. Да, была ошибка при передаче у Фабиолы и он так немножечко задумался. Главный арбитр к принятию решения в 19-20. Да, бешеная. Соколова хороший прием на 4 на Кошенову. И она поверх блока 20. 1-19 замена у Краснодара. Душтинская и Марюхнич выходит меняет Фабиолу и подскальную. Даже на повторе сейчас видно, как с какой высоты атакует Татьяна Кошеля, а прям поверх блока и в защите там вариантов минимум. «Котюкова» даже вырезалась. в блок, но там наведенная чересчур передача была на сетку, тем более с одной ноги она в длину так выпрыгивала, был и заступ но нету никакой агрессии ни с той, ни с другой стороны так дружественно пожали руки обе волейболистки пошли его и Котикова и перерыв берет Булатович при счете 19-22 Второй перерыв использует Омск и один перерыв использовал Константин Ушаков 22-19 Котикова ошибается и не было слов снова касания блока 23-19 развязка третьей партии прошла где-то между рук блокирующих Орлова вышла на первую линию вместо Шлиховой и снова на Котикова Исаева Аут 24-19 Ну вот много своих ошибок допускает сейчас Омск Пожалуйста две ошибки в концовке партии и конечно хочется им поувереннее забить и поднять себе настроение и собственно команде но вот увы допускают ошибки Кудештинская первый темп Орлова Соколова на тройном блоке будет не можно было обрабатывать мяч в защите но опять же помешали сами себе Котикова 20-24 Шлиховая возвращается меняет обратно Орлову Соколова Кошелева достанут немного не хватает 25-ое очко зарабатывает Татьяна Кошелева 2-1 Краснодарская Динамо выходит вперед в финальном матче за Кубок России имени Киви Ахлидиани короткая пауза работа есть но хитнес тоже без мультфиль и полимое в глубоком тела в басадар кто? Пожалуйста почему? Более человеку скажем байк и так и полимое в глубоком тела в басадар талант сейчас напустим его лейте кто? пошел вперед ПЕСНЯ 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 Я думаю, что доверился главный арбитр мнению флагового. 1-1 подскальная. Хорошая подача, сбитый прием. Дианская. И какая защита у Омска. Реагирует молниеносно просто. Еще раз Дианская. Чуть-чуть уже не хватает для того, чтобы поднять. В принципе, до пола-то Наталья Дианская не добивает данной ситуации. Дианская. Прошу прощения. Подскальная там была на подаче. И Кутюкова. Немного тоже не достали краснодарские волейболисты. Площадку. Кутюкова. 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 Кутюков. Кутюкова. 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 Дианская там и в защите хорошо играет. Кутюкова. 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 Кутюково в приоме. Соколова со второй линии. На месте там стояла Кузякина, но не смогла обработать. 8-6. Первый технический перерыв четвертой партии. Впереди краснодарская Динамо. И на площадке есть наша женщина, Муринская! 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 И она тоже закрывает! И снова ей достается атака! Кошелева разбирается! Не стала гадать, ничего не придумывать! Муринская! Повыше выпрыгнула и свободную от защитников из зоны скидывает! Там, конечно, тяжело было, наверное, в защите среагировать на такую скидку! 11-8! Муринская! Подскально, что там Курил ошибается в приеме! Ещё можно доигрывать! Янская! Блейскащая прибирается! Фабиола! Не стала в четвёрку посовать! на одном блоке оставила и что ж и перерыв тренерский берет а мичка снова на сей раз вот уже второй вторую партию дирижирует игрой женька пулатович при счете 8 12 4 очка преимущества краснодара ну чтож по сегодняшней игре в принципе то видели что а мичка и в состоянии догнать да это и вообще по опыту женского волейбола 4 очка разрыв это вот и катастрофический пацкальная подает 12 8 кузякина сколько вот она сегодня очков интересно набрала в атаке очень много мне кажется ощущение такое что вдвоем тянут атаку исаева и кузякина и 12 гора и кошелева крючкова тоже внушите здорово и гора и не ошибается 10 12 но вот четвертой партии четвертой партии атаки больше всего кошелева была 27 раз атаковала 41 процент в атаке но вот по статистике конечно же видно распределение атаки 29 раз а там атаковала фигарай 15 раз таковала соколовый первый темп 19 раз на двоих на атаковала дианска и пацкальная вот это говорит о том что все игроки собственно у фабиолы задействованы вариативность наверное есть но и всячески пользуется она возможности давать атаковать всем игрокам но здесь тоже статистика не показывает что же откуда больше всего было а так сделано двенадцать тринадцать шлифовая тринадцатая что зарабатывает амичка на подаче вот только проговорил я то что четыре очка это не преимущество подобрались максимально даже максимально близко сравняли счет омске и кошки гора и сама же атаковать на тройном блоке подешина в защите шлифовая передачу на исаеву смягчает блок кошелева еще одна атака снова кошелевый на сей раз очко зарабатывает татьяна кошелевого на атаке второй зоны не дотягивается курила разве что только чуть-чуть точка в пальцах успевает задеть повыше бы при атаке татьяны кошелевой выпрыгивать ну вот сложная ситуация немного не разобрались волейболистки амички вынуждена снизу уже стала делать передачу бобешина передача высокой и загнала за антену она немножечко атакующего игрока своего чем собственно и воспользовались посадарские блокирующие 15-13 снова передача в четвертую накурила на сегодняшний раз сквозь блок атакует 14-15 на просмотр взял тренера мички ну вот мне тоже по ощущениям конечно было что мяч попал в площадку сейчас решится буквально через короткое время да мяч в площадке 15-15 15-15 и подача Исаева ошибаются ну вот конечно силы должны когда-нибудь кончиться 16-15 второй технический перерыв Краснодарская Динамо впереди запоял играем варимол а только послушать сирена тот человек последний стол замечания получит подарок вот такая простая схема начинаем с тебя боец бросаем мяч вверх отлично 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 за насчитать не буду самое главное кто последний на сердце как ури-ури вот это да за насчитать за нас отлично боевое боевое не хватает его руки открываем вот молодцы у нас тут свой финал да давайте 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 подождем на 16 15 счет в четвертой партии Краснодарская Динамо впереди Наталья Дианская на подаче на ее подаче вырывались все краснодарские волейболисты Не удается в защите поднять скидку. 16-16. Горает. Закрывает атаку подскальной первым темпом и вырывается вперед. А Мичка, наверное, в этой партии впервые лидирует. Фигарай. Соколова просто накатывает. И в 4 нужно сейчас заблокировать. Вот подскальная. Там переносит руки на сторону соперника. Итюкова. Ну, конечно, хотелось ей очень круто так ходовое направление сейчас забить. 17-17. Соколова. Аут. Маленький. Соколова 15-20 там. Всего-то лишь. 18-17. Соколова. 4. На фигара. И блок работает и у Омска. Шлифовая на пару с Бабеши Нейхом. И на отстаточку заработали. Тайм-аут берет Константин Ушаков. Вот. Вели-вели краснодарские волейболистки. И от концовки партии немного отпустили. Ну, вот нужно, прежде всего, взбодрить сейчас Константин Ушакова свою команду. А у Омску действовать так, как они, в принципе, и действовали. Все получается. Остается держать только свой съем. И преимущество есть. И свести к минимуму, собственно, ошибки. Амичка на подаче. 19-17. Фигарай снимается. 18-19. Сама же будет подавать. Вот я бы не сказал, что Фигарай как-то очень высоко выпрыгивает. И с высокой такой траекторией снимает этот мяч. Но вот все на скорости происходит. И не успевает от центральной блокирующей дойти. Усаева. Где там мяч? На стороне Краснодара проваливается под руки. Там Татьяна Кошелевой. 20-18. Усмемие! Помогайте, давайте, мудрируйте! Татьяна Кошелева в четверку. В защите Курила там здорово. И 21-го очко зарабатывает атакой. Кутюкова. Снова побешено на подачу при счете 21-18. Поколола. Пацкальная ошибается. Не было касания блока. Попыталась сейчас оправдать, наверное, свою ошибку Юлия Пацкальная. Но вот... 22-18. Перерыв берет Константин Ушаков. Не знаю, исправит ли ситуацию в концовку этой партии. Трудная задача для Краснодара сейчас стоит. Но и Окска тоже трудная задача удержать это преимущество. И перевести уже в пятую партию всю игру. Ну, вот первый сет Омск выиграл. Не сказать, что легко. В борьбе. И, в принципе, в двух других партиях тоже идет достойная борьба. Между Краснодаром и Омском. Между Краснодаром и Омском. Но вот и ощущение такое, что и по мячу-то она не попала. Как полагается. Поскольку траектория была... Даже вот не закручивалась иначе. Поднешана. Фигара и в приеме. Сама же со второй линии шлиховая. Там 24-я очко зарабатывает. Сколько же проиграли Краснодарские волейболисты в этой остановке? Ну, ощущение такое, что очков 6-то точно проиграли. Бабешина. Конечно, трудно сейчас будет в пятой партии и той, и другой команде. Потому что это уже физически устали игроки. В любом случае. Вчера провести таких два матча. В Омску так и в войне сложнее. Хотя счет и у той и другой команды выигрышным составил 3-1. Но и там тоже была борьба. Вчера два полуфинальных матча. Москва с Краснодаром. Некраснодар выиграл. И Томск с Казанью одержал. Одержали волейболистку юмской. Команда победила над Казанью. 19-24. У Саева. Вот, Саковала, конечно, зря сейчас обрабатывать пыталась этот мяч. Ну, что ж, пятая партия, дорогие друзья. Впереди у нас брейковая. Ну, что ж, так и должно, в принципе, было быть. Поскольку все-таки это финал Кубка России. Короткая пауза. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну, что ж, вот самый красивый момент. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну, я даже не знаю, как комментировать. Все удается, в принципе, и той, и другой команде. Конечно же, стартовали в концовке четвертой партии волейболистки Омска. Что похвально, так же, как и в первой партии на подачи Висаевой. Просто вот в концовку не то, чтобы выиграли, а достойно ее выиграли. И в данной ситуации, наверное, на ошибках Краснодара. Ну, что ж, у нас брейковая партия. Какую же хорошую передачу делает Кузякина из глубины площадки. И снова на Исаеву. Кошелева. И снова Кошелева. А ну, кураж сейчас поймают, конечно, омские волейболистки. Чересчур, наверное, быстрая передача была для Кошелевой. Бабешина, 1-0. Пригорай. Не ошибается Фабиола. 2-0 становится счет. Будет ли брать Константин Ушаков в перерыв сразу же на старте пятой партии? Нет. А не берет тренерский штаб. Перерыв свой тренерский. Бабешина. Снова Фигара. Дайв Кошелева. Кузякина в защите. Здорово сама же будет атаковать уже на тройном блоке. И успела Кошелева дойти там. Третий пристроится. И, собственно, зарабатывает очко на блоке. 1-2. Вот, может быть, почаще нужно краснодарскому «Динамо» сейчас тройным блоком противостоять. Атаки в омской команде. Соколова. Кузякина в приеме. И еще один блок работает. На сей раз против Исаевой. Поддвоем под Дианской и Фабиова. Кузякина в приеме. Кузякина в приеме. Первый темп. И разгадала сейчас Дианская. А может быть, увидев там, чтобы Бабеша у нас затянулась так чуть-чуть. И, в принципе, готова была там шлиховая атаковать. А то вот один в один. Просто угадала. 3-2. Дианская. 4 на Исаеву от Блока. Там отскок. И очень комфортный для приема, для обработки в защите. 3-3. Игорай. Кошелева. Купикова там в защите. Но еще одна доигровка. Еще раз Кошелевой. Кузякина в защите тоже здорово. Курилов проходит тройной блок. 4-3. Но вот по ощущениям, конечно, Омску немного легче даются атаки. И вот так где-то они второе дыхание. Сейчас открыли. Ошибается Кузякина. 4-3. Побиола. Кузякина. Игорай. 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 5-4. 5-4 становится счет. Потому что немного предугадывают уже ситуацию. Но помешали. Исаева с Кузякиной друг к другу. 5-4. Побиола на подаче. Курила. Хороший прием. Сама же будет атаковать. Кошелевой. В лицо куда-то попадает мяч даже. Вообще, эту точку сережку она потеряла. Спортсменки спортсменками. Девушками, женщинами оставаться всегда хотят. 6-5. Татьяна Кошелева. Кузякина. Исаева. Побиола там в защите. Не справляется с атакой Исаевой. 6-6. Сама же Исаева подавать. Ну что ж, хватит ли у ней сил на то, чтобы силовую заряжать подачу. Подачу. И на вылет. Даже Фобиола там в защите получается атаковала. Исаева. Исаева. Снова равный счет. Снова равный счет. 7-7. Адьянская будет подавать у краснодарского «Динамо». Компец. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. Исаевр. 3-3. 1-5. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. подачи. Сегодня Динамо выигрывает, зарабатывает очки. А и снова Дианская уже. Поменялись площадками команды. Кутюкова хороший прием. Курила площадку. Много линий сейчас закрывали. Ну откуда же берутся силы у спортсменов? Я вот себе просто не представляю. 8-8. Курила ошибается. Пытаются сейчас усложнить волейболистки, амички подачу. Ошибаются. 9-8. Соколова. Кузякина. 4 на Кутюкову. Кушуле в защите. Здорово. Просто переводит на сторону соперника. И фигарает. А на блоке перерыв берет Булатович. 10-8. Ну вот надо успокоиться той и другой команде. Ну что ж, развязка-то близко. Закончился треверский перерыв у Булатовича на подаче Любовь Соколова. Более чем надежно подает Крючкова в защите. Здорово. Кузякина будет пасовать на Кутюкову. Кушуле войне удается обработать в защите мяч. Сильнейшая атака Кутюковой. И опять же повторюсь, откуда силы берутся. Пятая партия. Да и время это уже позднее. 11-й час в Краснодаре во дворце спорта Олимп. Финальный матч. Пятая партия между краснодарским Динамо и Аличкой. Снова Кутюковой. И блок работает. Сейчас оставили больше линии на силу, наверное, на удачу Кутюкова. А решила проходить. 11-9. Фигарай. Фигарай. Снова Динамо Фигарай. Раз, два, три. 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 Фигарай. Кутюкова. Фигарай в защите. И сама же Фигарай будет атаковать. Просто накатывает. Первый темп шлиховая. Не боится и не стесняется Бабешина заигрывать первый темп. Ну и, в принципе, атакующие игроки-то тоже у них готовы на взводе. 10-11. Бабешина на подаче. На подаче Бабешиной тоже в прошлой партии был рывок у Амички. Подскальная Бабешина в защите играет. Просто, наверное, накатывает. Да, так и есть. Исаева просто накатывает. Подскальная Курила там в приеме. В четыре на Кутюкову. в защите на сей раз Крючкова. Еще раз Крючкова. Кошелевой атаковать. 12-е очко. Татьяна Кошелева зарабатывает для своей команды атакой из четвертой зоны. Ну, наверное, можно было бы поспорить. Булатович сейчас явно обращает внимание главного арбитра на то, что была ошибка на второй передаче. Вот не в этом розыгрыше, а в предыдущем эпизоде. Любови Соколовой. Лиштинская там вышла. Еще подыграть? Нет. 11-12 становится счет. А и выходила Марюхнич вместо Фабиолы на блок. И Фабиола возвращается обратно на площадку. 11-12 Крючкова будет подавать. Не стало гадать. Пошелева атакует Курилов. Булатович недоволен сейчас. Но, может быть, была ошибка там на второй передаче. И снова желтую карточку вообще такой, чтобы получила команда Амички. 13-11 Перерыв. Взял Булатович. Ну, постудить пыл, наверное, все-таки стоит сейчас Булатовичу и вернуться к игре своей команды. Да, я думаю, что, конечно, обстановка там накалена до предела. как и в рядах в команде Краснодарского Динамо. 14-11 Матч Болл, дорогие друзья. На подаче Фабиола. Бразильский легионер Краснодарского Динамо. Кузякина в приеме. В защите играет фигара и все по местам. Нужно Краснодарским волейбористам сейчас разобраться. Исаева и доигровка у Краснодара Соколова. И внимание, 15-е очко. Краснодарская Динамо становится победителем Кубка России среди женских команд. 2014 годов. Ну что ж, это подарок для краснодарских болельщиков в преддверии Нового года, в преддверии праздника. Ну что ж, команда собранного Краснодарского Динамо что ни на есть высочайшего класса. И что подтверждается, это победой Краснодарского Динамо. Ну что ж, грозный соперник, в принципе, тоже был у Краснодарского Динамо, хотя, ну, я даже не знаю, в чью пользу комментировать, наверное, обидно для мячки проиграть раунд Кубка финала именно Кубка России, несмотря на то, что вчера выиграли блестящие, я считаю, что выиграли у Казанского Динамо. Ну, по словам там многих, что разобранное Динамо было, но, тем не менее, победа есть Фабера. сейчас все готовится к тому, что будут награждать призеров финала. Напоминаю, что московская Динамо заняла третье место в розыгрыше Кубка России, а мячка одержала вторую позицию и Краснодарская Динамо первое место в Кубке России. Что ж, это праздник, конечно же, для болельщиков. Динамо Свои силы качат Сонну прямо Редная задача Одно, начинай вместе Ты должен заливай Метчику Переходим Если ты Динамо Вверх И снег Руки Ты Руссо 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 Ну вот, принимают поздравления сейчас и игроки и тренер и руководство волейбольного клуба Динамо И зрители, собственно говоря, не расходятся в ожидании награждения Вот и появился главный трофей Кубок России Медали всех достоинств Золотые, серебряные, бронзовые «Ститры» Медали «Руссо» «Никлина» «Ститры» «Посед nessję» «Испоряные» «Никлина» 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 «Ститры» «Дои» «Ститры» Если победим, если победим, если наши перемены на Патертии, пути на море, пути на море, пути на море, пути на море, пути на море. Зор Антердевич в принципе тоже своих игроков поздравляет, поздравляет с Серебром Кубка России. Что ж, еще в принципе весь чемпионат впереди, есть за что бороться. Вот зрители даже провожают аромичку, раздевалку, аплодисментами, ну хорошая игра сегодня была, напряженная, конечно же. А вот и главный трофей. Ну что ж, есть, наверное, экскурс немножечко в историю Кубка России. В 93-го года играется, ну я имею ввиду вот уже в современной России, этот турмир. В 93-го года, но ты последний, скажем так, 5 лет. В 2013 году Москва становилась обладателем Кубка России, в 19-м году Казань, в 19-м снова Динамо Москва, в 10-м снова Динамо Казань, в 2009 году снова опять Динамо Москва, но там вот еще в 2008 году университет Белогория. Занимала первую строчку Краснодарская Динамо трижды. За последние три года становилась на третью позицию, вот в этом сезоне уже на первом месте. Занимала первого цвета. Занимала первой страницы. Занимала первого цвета. Занимала первого цвета. Уважаемые команды, уважаемые зрители, 2-пилотная готовность до начала соревнования награждения. Ну что ж, практически все готово уже к тому, чтобы начать награждение. Ну что ж, практически все готово уже к тому, чтобы начать награждение. Ну что ж, практически все готово уже к тому, чтобы начать награждение. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Юлия Кутюкова. Награждение. Памятные призы. А вот лучшая нападающая кубка. Любовь Соколова лучшая нападающая кубка России. Ну что ж, присоединяемся к поздравлениям к Любови Соколовой. Действительно, блестящий турнир она провела и очень хороший процент в приеме и в атаке показала. Теперь лучший блокирующий Наталья Дианская. Лучший блокирующий также Динамо Краснодар. Выручает приз Виктор Николаевич Середа, президент Федерации волейбола Краснодарского края. Лучшая нападающая Дарья Исаева. Дарья Исаева, ну да, наверное, без сомнений каких-либо этот диагональный игрок становится лучшим подающим. Но потрепала нервы она многим. Поздравления принимает Дарья Исаева от Николаевича Далуды. Итак, лучший пасущий игрок. Опять Динамо Краснодар. Фабиола, ну, не знаю, сомнительно или нет, но вот мое субъективное мнение все-таки надо было отдавать Бабешиной. Вот здорово она вчера отыграла сражение против Казани. И, конечно, она великолепные первые темпы просто-напросто отдавала. Анна Малова лучшая защитница и тоже, опять же, без каких-либо сомнений, поскольку здорово она вообще подзащищалась, будем говорить так. Самый ценный игрок. Вот так, MVP. Самый ценный игрок. Фабиола! Вот так вот, дорогие друзья. Два приза. А сейчас, уважаемые дамы и господа, состоится на выручении грамоты Варсину Александровичу Логаянову, президенту Федерации 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 Краснодарского края со активной поддержкой расписи Федерации Федерации и Краснодарского края бывшей президентской работе Федерации волейбола Станислав Шевченко награждает Варсину Александровичу Логаянову, президента Федерации волейбола Краснодарского края. Итак, третье место в Московской Динамо. Что ж, получили они приз лучшему игроку, лучшему защитнику Малова. Награждение команды Вера Ветрова. Наталья Обмачаева. Что ж, в прошлом году Московская Динамо становилась обладателем Кубка, и опять же, вот, заслуги москвичей я зачитал, что через год становились, они делились сказанию. Это место. И тоже поздравления, тренерский штаб. Продержите, подержите! Принимает. Во главе с Андреем Подкопаевым. Старший тренер Александр Сукамел. Памятные призы. Подарки от организаторов для волейбольного клуба «Динамо Москва», то организаторам этого всего праздника волейбола, если так можно назвать. Но даже не можно, а даже нужно подчеркнуть. Второй год подряд становится Краснодарская Динамо, именно организатором. Ну что ж, Амичка, Омская область. Серебряный призер Кубка России. Амичка, 12-й номер, он будет начинать принимать поздравления. Марина Побешина, следом Виктория Кузякина, 15-й номер, Дарья Талышева. Вот это, кстати, волейболистка, которая поиграла и в Краснодаре, и за основу она успела поиграть. И успела поиграть за молодежную команду, за, так сказать, дубль краснодарского «Динамо». Следом 14-й номер Валяя Шатунова, доигровщица. Виктория Кузякина, назвал я ее, Юлия Кутюкова. Следом 13-й номер Анастасия Корниенко, 17-й номер Маргарита Курила, 9-й номер Исаева. Анастасия Шлиховая, Екатерина Орлова. Вот, побоюсь, наверное, что не всех я волейболиста комской команды сейчас назвал. Но вот и краснодарские волейболистки готовы уже одной ногой стоять на подиуме для того, чтобы водрузиться на него и уже принимать поздравления. Вот болельщиков. Что ж, кому же достанется? И первое место Кубка России, величайшим в 19-й годах в поле после женских команд, сайта команда «Синамо Краснодар». Динамо Краснодар, дорогие друзья, встречайте победители Кубка России. Вот, пожалуйста, и тренерский штаб весь уже вышел на мостик. Президент Федерации будет награждать. Дайте, хорошие! Девять, красота! Девять, номер три! Бобиона! Что ж, пятый номер – Любовь Соколова. Седьмой номер. Секлана Крычкова, четвертый номер. Марина Марюхнич. Следом Александра Пасынкова, Татьяна Кошелева, Наталья Дианская, Ирина Филиштинская связующая. Фигарай, доигровщица, Фабиола. Вот, лучшая связующая и МВП всего турнира. Росир Кальдерон, Мария Пибина, Юля Пацкальная и Екатерина Кревец. Награждали Вадим Александрович Лукоянов и еще один заместитель главы города. Главы Краснодарского края, прошу прощения, вице-губернатор Галуда Николай Александрович. Он же является оттаманом казачьего войска. Ну что ж, поздравляем Краснодарское Динамо и болельщиков с победой в Кубке России среди женских команд. В памяти Гиви Ахфридиане. Вот, даже на фоне этого всего дела селфи. Ну что ж, наверное, пора бы и кубок выносить команде, поручать игрокам. Ну что ж, кубок, дорогие друзья, вот тот трофей, за который боролись практически на протяжении недели. Самые сильнейшие команды России. Динамо и болельщиков с победой в Кубке России среди женских команд. Динамо и болельщиков с победой в Кубке России среди женских команд. Динамо и болельщиков с победой в Кубке России среди женских команд. Продолжение следует...